Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня хотелось бы поговорить об окситоцине, коротко очень. Что я хочу озвучить об окситоцине? Окситоцин – это, конечно же, гормон любви. Окситоцин – это такой, как вам сказать, наверное, на сегодняшний день очень, с одной стороны, изученный теорией гормон, а с другой стороны, особенно в России, мало подтвержденный на практике, то есть очень мало специалистов его используют в клинической практике, и мы знаем, что окситоцин очень полезен, если вы сейчас полезете в Google, там везде написано «окситоцин» – это всего. А с другой стороны, мало кто его экзоген это вообще использует. И хотелось бы поговорить вам не просто пожелать больше обниматься и получать окситоцин или бить, это понятно. Хотелось бы озвучить такой момент по поводу окситоцина. Возможно, применение окситоцина для оккупирования острых, тяжелых, невротических расстройств, соответственно, маниакальных каких-то фаз и так далее, тревожных расстройств. Особенно, по крайней мере, это может быть оправдано в тех расстройствах, которые явно вызваны. У нас, ну, допустим, чувство тревоги и панические атаки могут быть вызваны гипертириозом. Если вас наблюдает ваш эндокринолог, он, в принципе, может проследить, назначить минимальные, потому что там на психику минимальные нужны дозировки, которые, соответственно, могут вам помочь в преодолении вот этого вот состояния. Окситоцин работает коротко, он не пролонгированный у нас продается в общем доступе. Но можно, значит, минимальные дозировки, по чуть-чуть его вводить, сочетая с какими-то, ну, расслабляющими массажами, еще чем-то. И многие пациенты, и на ПАПМЕДе есть эти исследования, которые замечали при применении окситоцина, ну, экспериментально доказано, замечали эти изменения. Поэтому наша задача здесь, так скажем, не жить в древности, не бояться использования современных методик. И я напомню, что касательно окситоцина, его используют, по крайней мере, достаточно активно точно немцы. Он есть немецкий окситоцин в виде назального спрея, и его назначают. И также иногда он может назначаться в заболеваниях, где у нас, ну, понимаете как, вот есть гипертензия крупных скелетных мышц, особенно, какой-нибудь выраженный у него социальный синдром. И в инструкции по окситоцину, хотя и написано, что он вызывает тензию мышц, но вызывает он тензию конкретных мышц, в основном это связано с стимуляцией матки. Ну вот, так как он обладает закрепляющим, таким больше седативным эффектом, ну, это вот очень в кавычках, опять же, седативным, и этот эффект нужно долго-долго-долго описывать. И вот если долго-долго описывать, какой это эффект, какие чувства, какие эмоции вызывает окситоцин, сейчас в конце всплывет подсказочка в видео, вы можете больше узнать о его, да, о эффектах именно, я уже снимал про это видеоролик, сейчас будут везде подсказки всплывать. Но если говорить о том, что вот благодаря этим эффектам, да, которые выше в этом видеоролике представлены, окситоцин позволяет, соответственно, человеку избавиться от повышенного невротического состояния, от повышения тонуса в мышцах, да, снижает неврологические, патологические проявления, ну, и получается, что человек очень в короткое время, еще не оккупировав заболевание, которое мы к этому привели, да, ну, допустим, там, тереотоксикоз, еще не подобрали эту дозировку и прочее, но уже стал чуть поспокойней, мы уже его привели в зону, ну, более-менее комфорта, какого-то комфортного существования. Но, опять же, повторюсь, невозможно назначить окситоцин себе самостоятельно, вы просто не учтете весь патогенез заболеваний, потому что, конечно же, ну, то есть здесь целый ряд болячек каких-то нужно учитывать, и целый ряд показаний и противопоказаний. Также, соответственно, конечно, окситоцин может использоваться и в качестве монотерапии, то есть в качестве одного-единственного препарата в лечении некоторых расстройств психологического и психиатрического спектра, но обязательно под присмотром эндокринолога. Но это современный подход, да, когда вот мы на канале говорим о психологии, это современный подход, когда психология объединяется с эндокринологией, и мы даем реальные результаты в короткие сроки. При этом мы, применение окситоцина, оно будет иметь стойкий эффект, и на папмеде там где-то, ну, если дойдет дело до ссылок, я не поленюсь, если кому-то нужны будут доказательства, ссылки, просто вот сколько я не делал, вы не читаете, там, на DSM делаю ссылку, да, доказательно вот это вот все пишу, никто не читает, не заходит даже вопросы там в комментариях, откуда вы это взяли, хотя ссылка на DSM лежит, значит, там на какие-то еще исследования лежит, я все проговорил, что в описании видеоролика это есть, нет, в комментариях начинают спорить об очевидных вещах. Вот, ну и, соответственно, опять же, только при некоторых, соответственно, расстройствах, да, действительно, он показан, может вызвать стойкую ремиссию, и, соответственно, стойкую, это значит, что вы не будете годами ходить к психиатру, к психологу, а есть возможность в каких-то моментах зафиксироваться в достаточно положительном состоянии. Также нарушение оргазминия у женщин иногда лечат тоже небольшими дозировками окситоцина. Вот такие вот небольшие факты о нем, а более подробно о его эффектах, пожалуйста, вот сейчас в подсказочках всплывут видеоролики. Я вас всех жду на своих онлайн-консультациях. Дорогие друзья, желаю вам здоровья, не забудьте написать мне комментарий, подписаться на канал, конечно же, нажать колокольчик, чтобы быть в курсе новостей.